Слишком узкая улица. Жители Михайловки уже месяц не могут добиться ремонта водопровода. Вода течет, а на все жалобы никому нет дела. В день съемок коммунальщики все же приехали, но вот будет ли толк от такой работы? Негодование жителей выслушала Ирина Вобещевич. Вот так выглядела улица Ленинградская за день до начала морозов. Всему виной утечка в колодце. Даже чтобы добраться к нужному месту, нужно было объезжать целый квартал, так как машина бы увязла. Говорить о пешем проходе вообще не приходится. Где-то 50 метров лежит труба железная, а он уже весь гневший, каждый год лопается. Вот уже больше месяца, почти два месяца. Осенью началась, вода сколодится, бежит, бежит. Жеслан говорит, что выучил наизусть телефон аварийный. У него в голове не укладывается, насколько безразлично предприятия монополисток, утекающие в водопроводной воде. В лучшем случае могли приехать и откачать воду, когда та уже заливала дворы. Сначала я сам откачивал воду, чтобы во двор не бежал. Потом уже я тоже устал. И потом вода уходит по улице вниз. А там дети в школу ходят, невозможно там ходить. А уже соседи тоже звонили. Никакой реакции нет. Мы приехали за день до мороза. И в этот же день все же коммунальщики приступили к работе. Но этот факт не слишком обрадовал жителей. Так как им сказали, что поставят жимок. А там и так жимок на жимке и чопиком погоняет. Сейчас будет на аварии устранить все. Каким образом? Технология какая? Чопик завивала? Чопик поставил. Жимок поставил, спецжимок. На замену еще не планировать. Мы постоянно прорывали здесь, постоянно прорывали. И они меняли, получается, отсюда, где-то вот досюда пластик и остальное оставили. И вот что мы теперь, соседи все опасаются. Потому что в прошлый раз, вот где-то недельку-две назад, там был прорывал Абны. Изгнилый, короче. И теперь потом сразу селись за ним, вот здесь. А сейчас впереди мороза получается. А дальше как быть? Вот понимаете? Мы просим, нам больше ничего не надо, чтобы здесь трубу поменяли. И все. И здесь ни асфальта, ничего нету. Допустим, мы тут асфальт все положили. Везде есть. Типа из-за этой замены трубами они ничего не меняли. Все так, как и составили здесь. Водопровод на балансе. Трубу не меняли на этом участке из-за узкой улицы. А теперь, когда под землей проложили газопровод, рядом с гнилыми трубами тут и вовсе отказываются его менять. Сейчас устранят они. Потом зимой опять где-то лопается. Потом что будет? И вот, как сегодня сообщили в Караганды-Су, предприятие изыскивает возможность материал, фасонину и другое для срочной замены в текущем месяце аварийного участка водопровода примерной протяженностью 70 метров.